Сегодня у нас особенный день, потому что сегодня мы вспоминаем смерть и страдания нашего Господа Иисуса Христа. И перед нами эти видимые знаки. Мы видим эти чаши с вином, которые символизируют не мою и не вашу, а Его пролитую кровь. И перед нами хлеб, который символизирует не мое и не ваше, а Его ломимое тело. И мы с вами будем участвовать в вечере Господней для того, чтобы вспоминать те события, которые произошли на Голгофе вот уже 2018 лет тому назад. Мы как бы мысленно поднимемся на эту гору для того, чтобы еще раз взглянуть на то, какой дорогою ценою мы с вами куплены. Мы получаем спасение даром, но оно даром для нас, а для него оно обошлось очень дорого. Я хочу прочитать место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Луки, 22 глава, 19 стих. Здесь записаны такие слова. «И взяв хлеб и благодарил, преломил и подал им, говоря, сие из тела мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». То есть мы с вами участвуем в заповеди хлебопреломления. Вы знаете, мне больше нравится название все-таки хлебопреломления. Почему? Потому что вечеря Господня совершается вечером. Вот кто хочет принять участие в вечере Господней, приходите на собрание вечером. Это будет вечеря Господня, да? А сейчас у нас завтрак Господний. Поэтому, в общем, эта заповедь называется «Хлебопреломление». И Господь оставил эту заповедь «Хлебопреломление» для того, чтобы мы с вами вспоминали. И самое первое, что мы должны вспоминать, мы должны вспоминать Господа нашего Иисуса Христа. Он так и сказал, «Сие творите в мое воспоминание». Также мы читаем во втором послании Тимофея, вторая глава, восьмой стих, здесь записаны такие слова. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благослованию моему. Помни Господа Иисуса Христа». Господь желает, чтобы мы совершали вечерю Господнюю, и чтобы мы с вами вспоминали о Нем. Чтобы мы вспоминали Его. Чтобы мы вспоминали, кто Он есть. И когда мы читаем Слово Божие, то сам Иисус Христос очень много говорит о том, кто Он есть. Ну вот мы читаем Евангелие от Иоанна 6, 35. Христос говорит, «Я есм хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Мы читаем в Евангелии от Иоанна 8, 12. Господь говорит, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Мы читаем в Евангелии от Иоанна 10, 9. Написано, «Я есм дверь, кто войдет Мною, тот спасется», говорит Христос. Мы читаем в Евангелии от Иоанна 10, 11. Христос говорит, «Я есм пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Мы читаем в Евангелии от Иоанна 11, 25. Христос говорит, «Я есм воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет». Также вот в Евангелии от Иоанна 14, 6. Христос говорит, что «Я есм путь истина и жизни, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть мы видим, что Господь Иисус Христос, Он наш Царь царей и Господь господствующий. Написано, что Ему дана всякая власть на небе и на земле. Написано, что перед именем Его преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Потому что нет другого имени под небом, через которое надлежало бы нам спастись, кроме Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому, вспоминая о Нем, мы должны помнить, кто Он есть. Также, дорогие, когда мы вспоминаем о том, кто Он есть, очень важно, чтобы мы также вспоминали и о том, кем мы были. Кем мы с вами были? Где мы были? И где мы были бы сейчас, если бы не Господь? Кем мы были? Когда мы читаем Священное Писание, то Господь призывает нас помнить об этом. Кем мы были? Вот, например, послание к Римлянам 6.20 написано, «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». Оказывается, что мы были рабами греха. А вы понимаете, что раб не имеет своей воли, раб не имеет никакой власти. Вы знаете о том, что раб является собственностью своего Господина. И вот мы с вами были рабами греха. В Ветхом Завете, в книге Второзакония, 15 глава, в 15 стихе написано, «Помни, что ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь». То есть Господь призывает нас к тому, чтобы мы помнили, кем мы были. Не только кто Он есть, но также, чтобы мы помнили, кем мы были. В каком мы находились в болоте, в каком мы находились в рве, как мы погибали, как мы утопали. Вот очень ярко апостол Павел описывает в послании к Ефесянам, во второй главе, мы читаем с первого стиха о том, что мы были мертвы. Здесь сказано, «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева». Вот кем мы были. Мы были мертвыми во грехах наших. Мы были чадами гнева, то есть детьми гнева, наследниками ада. В 11 стихе написано, «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти». В 12 стихе, «Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды, и были безбожники в мире». Вот в каком мы находились состоянии. Вот кем мы были. Поэтому, дорогие, когда мы совершаем вечерю Господню, будем помнить о том, кто Он есть, и будем помнить о том, кем мы были. Кем мы были. В каком ужасном состоянии мы находились. Один брат покаялся, и он проповедовал, и говорит, что «Братья и сестры, вы не представляете». Он прочитал местописание, как Христос исцелил костноязычного. И он говорит, что «Братья и сестры, я был этим костноязычным, потому что вы не представляете, как я разговаривал». Он говорит, «Вся моя речь состояла из нецунзурной брани». Он говорит, «Я вставлял нормальные слова для связки». И говорит, «Когда я покаялся, Господь полностью исцелил меня от этого костноязычия, и теперь, когда я встречаю своих старых друзей, то моя речь свидетельствует о том, что я стал Детем Божьим». Он говорит, «Не надо ничего им говорить о Христе. Они сами видят все те изменения, которые произошли во мне, потому что вся моя речь, она свидетельствует о том, что я стал другим человеком». Кем мы были. В каком ужасном состоянии мы находились. Что бы нас ожидало в будущем? Если бы мы без Бога перешли в вечность. Когда мы совершаем, дорогие, вечерю Господню, мы должны помнить не только о том, кто Он есть и кем мы были, но также и о том, что Он сделал для нас. Что Он для нас сделал. Мы читаем в послании к филиппийцам 2 глава 6 стиха. Здесь записаны следующие слова. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Что Он сделал? Он ради нас оставил славу небес, свой небесный трон, все свои небесные почести и регалии, все свои титулы. И Он сошел в этот греховный мир. Он стал человеком. Он взял на Себя все грехи наши и беззакония наши. Потому что написано, «Все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного, а возмездие за грех смерть». И Он взял на Себя нашу смерть. Он взял на Себя нашу участь, нашу вину, нашу статью. Он вместо нас пошел на Голгофу, на смерть, на мучения, на страдания. Он умер вместо нас и воскрес для нашего оправдания. Что Он сделал для нас? Мы читаем в 1 Петра 2, 24, написано, «Он грехи наши Сам вознес телом своим на древо, дабы мы избавились от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились». В книге пророка Исаии, древний пророк Исаия за 700 лет до Рождества Иисуса Христа произнес такие слова, что Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его вы исцелились. Он не только умер вместо нас, но Он и воскрес для нашего оправдания. Мы читаем в 1 Коринфянам 15, 20, что Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Мы читаем в книге пророка Исаии 25, 9, написано, «И скажут в тот день, «Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали, возрадуемся и возвеселимся во спасение Его». Что Он сделал для нас? В послании к Титу мы читаем тоже очень интересное местописание, записано в 3 главе, в 5 стихе, «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом». Мы видим, что Он спас нас. Он является нашим Спасителем. Он искупил нас. Он очистил нас. Он омыл нас. Он оправдал нас. Он усыновил нас. Он поставил нас на путь истины и ведет путем освящения. Это то, что Он сделал для нас. Поэтому, когда мы совершаем вечерю Господню, когда мы берем в руки хлеб, когда мы берем в руки чашу с вином, будем помнить о том, кто Он есть и кем мы были, и что Он сделал для нас. и последнее, кем мы стали? Кем мы стали? Вы знаете, иногда, вот слышишь, люди рассказывают свое свидетельство, и вот человек рассказывает о том, кем он был, 20 минут, и кем он стал, две минуты. Когда человек рассказывает, кем он был, он рассказывает все это настолько красочно, настолько захватывающе, что вот кем он был, и вот как он грешил, и вот каким он был бандитом, и вот каким он был вот таким и сяким, и как его все почитали, и все боялись, и все уважали. И вот он покаялся. И теперь он никто. Вы знаете, апостол Павел, когда рассказывает свое свидетельство, он говорит о том, что я был изверг, я наименьший среди апостолов, я не достоин называться апостолом, потому что я гнал церковь Божия. Это когда он рассказывает о том, кем он был. А когда он рассказывает о том, кем он стал, он говорит о том, что в Иисусе Христе я имею все. Что я все почитаю тщитою ради превосходства Господа Иисуса Христа. Я все почитаю за ссор. И когда мы читаем вот то, о чем говорит апостол Павел, когда мы читаем жизнь апостола Павла, то мы видим, насколько он счастлив, насколько он описывает все это радостно, насколько он описывает все это восторженно о том, кем он стал, что Господь спас его, что Господь поставил его на путь истины, что Господь сделал его детем Божьим, что его имя записано в книге жизни. Вот то, чем мы должны хвалиться. Вот то, что мы должны возвещать, как мы уже сегодня слышали, возвещать людям, что вот посмотрите, кто Бог есть, посмотрите, кем я был, и посмотрите, что Он сделал для меня, и посмотрите, кем я стал. Когда мы читаем Слово Божие, мы читаем послание Колоссянам, первая глава, 21-22 стихи, здесь написано, «И нас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед Собою». Мы читаем в послании к Ефесянам, вот в той же второй главе, где апостол Павел говорил о том, кем мы были, и потом он говорит о том, кем мы стали. Четвертый стих, «Бог, богатый милостью по Своей великой любви, Которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом благодатью вы спасены и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Тринадцатый стих, «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую». И девятнадцатый стих, «И так вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Вот кем вы стали. Первое Иоанна 3,2, мы читаем, также написано, «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Вот кем мы стали. Мы стали новым творением, мы стали детьми Божьими, мы стали наследниками вечной жизни. Наше имя вписано в книгу жизни. Поэтому наше сердце должно быть переполнено радостью, наше сердце должно быть переполнено благодарностью от того, кто Он есть, кем мы были, что Он сделал для нас и кем мы стали. Поэтому каждый раз, когда мы участвуем в вечере Господней, когда мы берем в руки чашу с вином, когда мы берем в руки хлеб, будем помнить о том, кто Он есть, кем мы были, что Он сделал для нас и кем мы стали. А Ему слава за все, пусть будет вечное. Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь.